Книга «Открытым оком», том 29, вопрос 3992. Если бы случилось вам жить в иную эпоху и встретиться где-то с Распутиным, когда, встретив него, уже началась такая травля, то что бы ему сказали, посоветовали? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что бы исследовал больше Слово Божие, занимался своими коровками, лошадями и жил себе тихо и мирно? Кавычки открываются. Важно также отметить, что примерно за год до кончины святого Иоанна Кронштадтского, названные высшие митрополиты, а также епископ Гермоген Долганов, епископ Феофан Быстров, епископ Сергий Финляндский, будущий патриарх, на которого ссылаются церковные либералы, считали Григория Распутина человеком Божиим, опытным странником и даже святым. Смотри, например, митрополит Вениамин Фетченков на рубеже двух эпох. Москва, 1994 год. Отторжение от старца началось сначала с распространения совершенно без доказательных слухов о том, что он хлыст. Через два года началась новая волна клеветы, распространители которой обвиняли его не только в хлыстовстве, но уже и в разврате и пьянстве. Очень характерно, что в воспоминаниях духовных лиц не приводилось никаких конкретных фактов, по которым можно было доказать аморальный характер Григория Фимовича Распутина. Чаще всего сообщения о Распутине в записках духовных лиц ограничивались общими рассуждениями о высших и низших силах в человеке или пересказах общеизвестных клеветнических слухов, не подтвержденных никакими конкретными свидетельствами. Не представив никаких серьезных доказательств в порочности Григория Распутина, составители доклада сделали главный акцент на исследовании его хлыстовских взглядов. Игнорируя заключение Тобольской духовной консистории и экспертизы взглядов Распутина, проведенную по поручению Временного правительства профессора Московской духовной академии Громогласова, отвергнувших обвинения Григория Фимовича Распутина в хлыстовстве, современные церковные либералы обвинили старца в «приверженности духовным настроениям и религиозным установкам, распространенным среди в кавычках народного сектанства мистическо-харизматического толка». Нелепость и неграмотность подобной формулировки совершенно очевидна. В докладе полностью отсутствует богословский анализ. Серьезную проработку сочинения старца подменяет произвольное выхватывание из его трудов отдельных фраз и превратное их толкование. Верхом нелепости является фраза составителей доклада, что «изгнанию беса в житии опытного странника» – это главное сочинение Григория Фимовича Распутина – вообще уделено больше внимания, чем стяжанию Духа Святого. Такое впечатление, что составители не знают содержания этой маленькой книжечки. Причем фразу «изгнание беса» они позаимствовали из Пасквиля С. Труфанова «Святой черт». Главным доказательством хлыстовства Григория Фимовича Распутина, по мнению церковных либералов, было его отношение к священству. Распутин считал, что если уж ты духовное лицо, то должен отдавать служение Богу всю душу. А получается так, говорил Распутин, человеку «урядником надо быть, а он – священники». Вот эту механическую, формальную сторону служения Богу он и не принимал. И такая его притязательность восстанавливала против него священников, для которых церковь была только организацией, дававшей им службу и деньги на пропитание. По-видимому, именно таким был и священник в его селе, отец Петр Остраумов, который чувствовал на себе взыскательность Распутина, был недоволен тем, что он требует от него больше, чем другие, и не любил его. Это видно из его доносов духовному начальству. Ему было бы проще жить, если бы Распутина в селе не было. Наверное, это о нем Распутин говорил, цитата, «поет и читает резво, громко, как мужик дрова рубит топором». Впрочем, оговаривается он, «мы не к духовенству идем, а в храм Божий. Ну да нужно подумать, худой да батюшка». Распутину также принадлежит фраза, «пьющий священник – пол священника, пьющий монах – не монах». Такая строгость испугала наших церковных либералов, которым было бы неплохо почитать труды святого Иоанна Кронштадтского, у которого можно найти много подобных суровых оценок худых батюшек. Считаю, что составители доклада совершенно несерьезно подошли к изучению духовных мыслей старца Григория, вряд ли они прочитали все его труды и письма. А без этого делать какие-то оценки личности старца – просто вредное для православия злопыхательство. Мировоззрение старца Григория полностью укладывается в традиционные представления русского народа. Воплощенные в понятие «святая Русь». Главное в нем понимание любви как ядра мироздания, как выражение самого Бога. «Где любовь, тут и Бог. Бог – любовь. Любовь – это такая златница, пишет Распутин, что ей никто не может цены описать. Она дороже всего, созданного самим Господом. Чего бы ни было на свете, но только мало ее понимают. Хотя и понимают любовь не как златницу чистую. Кто понимает сию златницу любви, то это человек такой премудрый, что самого Соломона научит. Многие мы все беседуем о любви. Если любишь, то никого не убьешь. Все заповеди покорны любви. В ней великая премудрость больше, чем в Соломоне». «Любовь – величайшая ценность, но дается она только опытным людям через страдания и испытания. Любовь пребывает наипачей у опытных людей, а сама по себе она не придет к тому человеку, который человек в покое и живется ему хорошо. У избранников Божиих есть совершенная любовь. Можно сходить послушать. Будут сказывать не из книги, а из опыта. Поэтому любовь недаром достают». Тут-то и мешает враг, всячески старается, как бы человек не захватил любовь. А это ему врагу – самая есть загвоздка. Ведь любовь – это своего рода миллиончик духовной жизни. Даже сметы нет. Вообще любовь живет в изгнанниках, которые пережили все, всяческое. А жалость не у всех есть. О любви даже трудно беседовать. Нужно с опытным. А кто на опыте не бывал, тот перевернет ее всячески. Вообще, где есть избранные в духовных беседах, те более понимают любовь и беседуют по Новому Завету и живут единогласно, единым духом. Вот в них есть искренняя любовь, и они молятся день и ночь вместе друг за друга. Вот у них-то и пребывает несметная златница любви. Вот, братья, поберегитесь врагов и сестры, подумайте о любви златницы чистой. Любовь в представлении старца должна быть активной и конкретной. Любить надо не вообще, а конкретного человека, который находится рядом с тобой, и вообще каждого человека, с которым ты встречаешься. Когда старец Григорий прекратил носить на теле настоящие вериги, он, по его выражению, нашел вериги любви. Любил без разбора. Увижу странников из храма и от любви питаю, чем Бог пошлет. У них немножко научился, понял, кто идущий за Господом. В общем, любовь – большая цифра, утверждает старец. Пророчества прекратятся, и знания умолкнут, а любовь – никогда. Важной часть духовных взглядов старца Григория является стремление жить по совести, как велят священное писание и жития святых. Нужно себя везде и всюду проверять и исследовать. Каждый свой поступок соизмерять с совестью. Такой взгляд также соответствует духовным ценностям Святой Руси. Как не мудри, а совесть не перемудришь. Совесть с молоточком и постукивает, и подслушивает. Это народные пословицы. А Распутин говорил так. Совесть – волна, но какие бы ни были на море волны, они утихнут, а совесть только от доброго дела погаснет. Чтобы достигнуть спасения, нужно только унижение и любовь. В том радость заключается. В душевной простоте огромное богатство и залог спасения. Всегда нужно себя в одежде унижать и считать себя низким, но не на словах, а духом действительно. Бриллианты – тоже божие создания, и золото – украшение Царицы Небесной. Бисер чтимый, но только нужно суметь его сохранить. Мы одеваемся в жемчуг, делаемся выше городов, поднимаем дух, и рождается порог гордости и непокорности ко всему. Не нужно добиваться почета и учения, а следить и искать Господа, и все ученые послушают глагол Твоих или изречения Твоего. Старец рассказывает, как много ему приходилось бывать у архиереев, которые его хотели испытать в вере и посрамить простого малограмотного крестьянина. Цитата. «Как не с простыми словами, то есть в страхе, вот тут-то у них замирают уста, и они противоречить не могут». Кавычки закрыты. «Душевная простота должна соединяться еще с одной важнейшей духовной ценностью Святой Руси – нестяжательством, отсутствием корысти, стремления к приобретательству». «Если не будешь искать корысти нигде и стремиться как бы утешить, призовешь Господа душевно, учит Старец, то и бесы вострепещут от тебя, и больные выздоровеют, только бы все делать не от гнусной корости. А будешь искать каких-нибудь случаев для брюха, для славы, для сребролюбия, то не получишь ни здесь, ни там, то есть ни небесного, ни земного. Если будешь себе приобретать, то не украсишь ни храм, ни себя, и будешь живой мертвец, как в Евангелии говорится». Кавычки закрыты. Житейской бытовой хозяйственной основой Святой Руси, придавшей ей общественную устойчивость, служило отношение к труду, как к добродетели. Труд для русского человека не сводился к совокупности действий или навыков, а рассматривался как проявление духовной жизни, нравственное деяние, богоугодное дело, Причем трудолюбие было характерным выражением духовности. То, чему учит Григорий, полностью соответствует этим представлениям, причем особенно он возвеличивает крестьянский труд. Сам до конца своей жизни не переставал трудиться в своем хозяйстве, хотя имел все возможности этого не делать. Цитата. Сам самодержит, царь крестьянином живет, питается от его рук трудящихся, и все птицы крестьянином пользуются, даже мышь и та им питается. Всякое дыхание, да, хвалит Господа, и молитвы все за крестьянина. Велик, велик есть крестьянин перед Господом. Он никаких баллов не понимает, он в театре редко бывает, он только помнит. Сам Господь подать нес, сам Господь подать нес, и нам велел Божий трудовик. У него вместо органов коса в руках, вместо увеселений саха у сердца, вместо пышной одежды какой-нибудь твердый армячок, вместо тройки усталая лошадка. Он едет и вспоминает от души ко Господу. «Донеси меня с этой долины в свое прибежище или до города». Вот тут-то на нем Христос, а сам пешочком со слезами. Он здесь со Христом, а там уже давно на нем пребывает рай. То есть он заготовил житницу Божию. Конец цитаты. Систему духовных ценностей святой Руси венчала и гармонизировала идея царской власти. Образ царя олицетворял собой родину, отечество. Еще цитата. «На родине, пишет старец, надо бы налюбить родину и в ней поставленного батюшку царя-помазанника Божия. Истинное народовластье, по его мнению, заключается в идее царской власти. Царь – наиболее совершенное выражение народного разума, народной совести, народной воли». Конец цитаты, кавычки, закрытые. Далее Игнать Тихонович приводит места священного писания. Книга Сирахова, 39 глава, 29 стих. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах. 1 Маковейская, 10 глава, 61 стих. «И собрались против него мужи зловредные из среды Израиля, мужи беззаконные, чтобы оклеветать его, но царь не внял им». 2 Маковейская, 10 глава, 13 стих. Поэтому он был оклеветан любимцами. Открытия, как Эврика, внезапные. Под полог тайны заглянуть непросто, иначе эту тайну мог невежда сцапать и сыпануть открытия, как просо. За каждым, как покажется ничтожным, изобретением, наитием, новинкой, стоят труды, заботы и подножки, но кто-то первый снимет пенку в кринке. Кузнец был первый наковальней, с наковальней дружен, стрелу и нож оттачивал и плуг. Так добрались до пушек и до ружей, до атома, что страшно молвить слух. Кто первый гнул деревья в колесо, и ось додумался воткнуть как раз в середку, с довольством потное утер затем лицо, и в тракт расширил пешехода тропку. Вот первый музыкальный инструмент, звук необычный голому в подмогу, потом в хорах при храме им греметь, прорыв, заполок шире год от году. Стремились мысль свою отпечатлеть на глиняных табличках и на скалах от уязвимости кольчугу и жилет, и время книг и дисков вдруг настало. О, если бы все Богу посвятили, не забывая о сути ненадежность, тогда бы разум на высоте светильник не мыслили в угоду зла корежи. Мне стало ясно, семя, Слово Божье и благовестники, посланцы Иисуса, в Христа уверовать, что может быть дороже, ввести открытие в евангельское русло. «Я приоткрыл монашескую ширму, там самоправедность воюет с чистой верой, и в книгах это осветил обширно. Благодарю Создателя за все безмерно». 17 июля 2008 год. Игнатий Лапкин.